В дни сражений на Восточном фронте фюрер уверенно заявлял «Успех поселенцев в Северной Америке обусловлен тем, что колонисты сбили число краснокожих с нескольких миллионов до нескольких сотен тысяч. На Востоке, говорил глава Третьего рейха, то же самое произойдёт во второй раз». В другой речи лидер нацистов утверждал, что перед руководством Германии стоит лишь одна задача – осуществить германизацию путём ввоза немцев, а с коренным населением обойтись как с индейцами. Гитлер и его идейные вдохновители были не единственными, кто рассматривал индейцев как людей примитивных и неразвитых. Проводя параллели между американскими индейцами и славянами, подводя тем самым идеологическое обоснование для агрессии против Советского Союза, Гитлер и его приспешники во многом опирались на опыт европейской колонизации американского континента и, в первую очередь, со стороны Великобритании. Будущий британский премьер-министр Уинстон Черчилль ещё в 1937 году дал такую оценку политике Британии в отношении коренного населения Нового Света. «Я не признаю, что краснокожим индейцам Америки или чёрным людям Австралии был нанесён большой ущерб. Я не признаю, что этим людям было причинено зло тем, что более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса, назовём это так, пришла и заняла их место». Такое отношение к аборигенному населению обеих Америк и Австралии взялось отнюдь не с потолка. Когда цивилизации Старого и Нового Света соприкоснулись, между ними уже лежала огромная пропасть. Технологическая отсталость коренных американцев и та лёгкость, с которой европейцы их покорили, создали устойчивое предубеждение, что индейцы – это отсталый народ, которому имманентно присуща природная дикость и варварство, что эти племена не способны к созданию развитых обществ и государств. К 20 веку семена этих опасных предрассудков выросли в идее национального превосходства для обоснования порабощения одних, якобы низших народов, другими, высшими. Но это не так. Существовали объективные причины, почему коренные американцы не смогли достичь того уровня развития технологий и общественных отношений, что и европейцы. Почему на большей части континента так и не сформировалось государственных образований? В первой части ролика мы рассмотрим, что такое государство и как оно возникает, а затем, с осознанием полученной информации, попробуем ответить на вопрос – так почему же индейцы отстали? Что ж, начнём! 1492 год от Рождества Христова. Христиане Европы с содроганием смотрят на наступление Семитысячного года от сотворения мира, который, как они думали, служит предверием конца света. В Московской Руси, возглавляемый великим князем Иваном Третьим, введён в пользование новый византийский календарь. Начало года переносится с 1 марта на 1 сентября. Католические короли Арагона и Кастилии берут последний исламский бастион на юге Пиренейского полуострова – Гранатский Эмират, завершив тем самым почти 800-летний период присутствия мусульман на территории Испании. Спустя 8 месяцев испанские монархи отправляют в далёкий путь на запад экспедицию под руководством Христофора Колумба, цель которого – пересечь Атлантику и достичь берегов Китая, Японии и Индии. 13 октября 1492 года Колумб пристаёт к неизвестному острову, где вместо цивилизованных китайцев или японцев обнаруживает полуголых аборигенов – тепло встретивших гостей из-за моря. Посчитав, что он-таки достиг берегов Азии, но в каком-то уж очень диком краю, Колумб в течение последующих лет исследует весь этот регион, который впоследствии нарекут Вест-Индии, а его местных жителей – индейцами. И где бы Колумб ни останавливался, он везде встречал туземцев, живших в условиях первобытного коммунизма и родоплеменного строя. Ни малейшего намёка на наличие у индейцев каких-либо государственных образований он не встретил. Спустя 26 лет, в 1518 году, испанский конкистадор Хуан де Грихальва исследовал побережье полуострова Юкатан в Центральной Америке. Здесь от местных индейцев ему удалось собрать много интересных сведений о могущественной империи ацтеков. Испанцы были немало удивлены, узнав о существовании гораздо более высокой цивилизации, чем у примитивных племён Вест-Индии. Она обнаруживалась в архитектуре, способах обработки почвы, в тонкости хлопчатобумажных тканей, в орнаменте золотых украшений, которые носили индейцы. Помимо ацтеков и их соседей по Мексиканской долине, свои государства к моменту прибытия европейцев имели Чипча-Муиски на территории современной Колумбии и, конечно, Инки, чья империя раскинулась вдоль горной цепи Ант от Эквадора до Чили. Давние, но во многом утраченные традиции государственности имели также майя, проживавшие на полуострове Юкатан. И всё. Но как же так вышло, что индейцы обеих Америк в подавляющем большинстве так и не смогли сформировать своих государств? Чтобы в этом разобраться, нужно понять, какие условия нужны для возникновения государства как такового. И вообще, а что же это такое государство? Как ни странно, на данный момент ни в науке, ни в международном праве не существует единого и общепринятого определения для понятия государства. И даже ООН, Организация Объединенных Наций, не имеет прав признавать то или иное объединение государством. Однако, историческая наука и археология показывают нам, что первые государственные образования, такие как города-государства Месопотамии и уже знакомый нам Древний Египет, возникли независимо друг от друга еще за 7-6 тысяч лет до нашей эры. При этом они явно не нуждались в каком-либо признании со стороны соседей, которых они по умолчанию считали варварами. Так почему же тогда их можно считать полноценными государствами? Перефразируем вопрос. А без чего государство существовать не может? Разумеется, без некой территории и людей, которые бы ее населяли. Такую территорию также можно назвать страной. Имя для каждой конкретной страны еще с древности давалось по названию народов ее населявших. Например, Иберия – страна Иберов, сейчас это территория Испании. Галлия – страна Галлов, теперь это Франция. Германия – страна германцев и так далее. Но страна и государство не синонимы. Помните небезызвестное «люблю страну, но ненавижу государство»? Страна – это скорее обозначение географической области. Государство же – это наличие в этой стране власти. Недаром, согласно преданию, французский монарх король солнца Людовик XIV говорил «государство – это я». Собственно, сам термин государство как раз и происходит от слова «государь» или «господарь», то есть «правитель». Властью мы называем некий аппарат управления и принуждения. И тут политически подкованные зрители нам скажут, но ведь власть в виде племенных вождей существовала еще задолго до появления первых государств. А назвать племя каких-нибудь апачей или иракезов государством язык не поворачивается. И здесь мы должны обратиться к самым истокам. Индеец должен владеть своей землей. Вы знаете, что в языке Сиу для этого нет слова? Для чего? Владеть землей. Ни в каком индейском языке. А началось все с неолитической или аграрной революции. Большую часть своей истории человечество жило за счет присваивающего хозяйства, охоты на диких животных и собирательства полезных растений. В этих условиях группы людей должны были постоянно перемещаться. Съедая в окрестностях все бегающее, летающее и плавающее, люди перекочевывали на другое место. Земледелие и скотоводство не только прикрепили людей к обрабатываемой ими земле, но и позволили получать с нее гораздо больше пищи с меньшей площади, что в свою очередь привело к появлению излишков продукции. А где излишки, там и начало торговли. Те поселения, которые удобно располагались у речных переправ, на пересечении дорог, а также были хорошо защищены, превращались в места торгового обмена и привлекали к себе новых жителей. Так формировались первые города. Материальная культура также стала намного разнообразнее, что было вызвано возросшей потребностью в новых предметах быта и новых мастерах-ремесленниках, которые бы могли их производить. И, конечно, весь этот новый экономический уклад не мог не спровоцировать социального и имущественного расслоения, формируя новый класс потомственных зажиточных людей – аристократии. Но откуда они могли взяться при изначально равных для всех стартовых условиях? Думаю, лучше всего это объяснит вот этот отрывок. Постой! На! Ешь! За обедом отдашь! Ишь ты, Гулевой, за обедом по четвертке дают, а ты мне сейчас отьмушку сучиваешь. Как хочешь. Я не заставляю. Погоди! Я согласен. Спасибо. Хороший мальчик. Дай кусочек. А твой где? Новенькому заложал. Зачем? Ну, дай кусочек. Ну, ты чего захотел? Суди до ужина. Две пайки отдашь. За ужину и за завтрак. И мне тоже. Четвертку отдашь. Целую. Ладно. Эй, Новенький, и мне по целую. И мне тоже. И мне. Отдадите по целой четвертке. Спасибо. Спасибо. Какой ты худенький. Спасибо. Спасибо. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага. Распространенным явлением становится рабство. Проштрафившиеся должники, лишившиеся всего имущества, должны были отрабатывать долги, расплачиваясь за них своей свободой. Зачастую получалось и так, что даже их дети продолжали ходить рабами у кредиторов своих отцов, закрепляя свой социальный статус по наследству. Не лишним будет добавить, что ряды рабов активно пополнялись и за счет военнопленных. Ну, действительно, а зачем должны работать свои, если можно заставить чужих? Что же касается вождей, то этот пост далеко не сразу стал наследственным. Вождями становились путем избрания из числа тех, кто лучше всего смог бы организовать людей на добычу пропитания, а также поддержать порядок внутри общины. С переходом к новому экономическому укладу вожди переставали быть первыми среди равных и все больше срастались с аристократией, из которой они зачастую и происходили. Хотя функции вождя организовывать и защищать остались прежними, для их исполнения начали взыматься с населения подати – налоги. В идеале вождь и его приближенные должны были грамотно распределять налоги на содержание войска и общественные нужды, например, постройку оросительного канала для посевов. В реальности же вождь, который был кость от кости, испородивший его аристократии, в первую очередь действовал в их интересах. Если вождь и его окружение избирали какой-либо город в качестве своей резиденции, то он превращался в столицу – центр политической жизни новообразованного государства. Для всех граждан или подданных столица становилась не просто местом заседания правительства с вождем во главе, но и одним из важнейших символов всего государства. Не зря в подавляющем числе войн при захвате столицы наступал конец и самому государству. Не стоит обходить вниманием и религиозный фактор. Шаманы, а впоследствии жрецы, исполняли важнейшую функцию. Они формировали в умах людей лояльное отношение к власти. Мол, это не мы придумали, что существуют господа и подчиненные. Этот порядок дан нам свыше. А кто мы такие, чтобы его оспаривать? И, разумеется, любая власть – от Бога. А идти против власти – ставить под сомнение, заложенные самим Богом, уклад. Сам принцип власти – это божественное установление. Оно необходимо. В противном случае люди уничтожат друг друга. Ну и, наконец, одним из наиболее характерных признаков государства являются законы – свод правил, оглашенных или написанных, которым обязаны подчиняться все проживающие на территории данного государства жители. Таким образом, главное отличие племени от государства состоит в том, что экономика племени самодостаточна, живет натуральным хозяйством и практически не производит излишков, а торговые связи племени крайне ограничены. Средствами принуждения жителей племени к ведению хозяйства и добыванию пищи служат в первую очередь естественные потребности. Проще говоря, охотники охотятся не потому, что это их профессиональная обязанность, как у охотоведов, а потому что кушать хочется. Тем более, что в таком увлекательном занятии участвует зачастую почти все пригодное мужское население, и добыть пищи нужно ровно столько, сколько необходимо. Излишки же попросту испортятся, а те, что удалось сохранить, откладываются для себя, про запас. На жителей государства же всегда воздействуют некие элементы принуждения в качестве налогов и податей, которые должны быть уплачены в виде части произведенного продукта, законов, которые это юридически оформляют, господствующего класса, который будет распределять налоги и писать соответствующие законы, исходя из своих интересов. Такие дела. Сейчас мы часто представляем себе индейца как гордого всадника с диким гоготом, мчащегося по бесконечной прерии. Однако, когда испанцы привезли с собой в Америку лошадей, индейцы были шокированы видом необычных животных. Всадников они и вовсе принимали за единое существо. Высочайшая мобильность и суеверный ужас, который нагоняли на индейцев люди на конях, позволяли европейцам одерживать победы над многократно превосходящими их силами противника. Это продолжалось до тех пор, пока индейцы сами не научились использовать лошадей в бою. В этом кроется подсказка для ответа на вопрос, поставленный в названии. Несмотря на довольно большое число оккультуренных полезных растений, как, например, тыква, подсолнечник и кукуруза, распространенных в Северной Америке, количество животных, одомашненных индейцами, было крайне мало. Прирученные индейки не могли дать коренным американцам ту же отдачу в виде доступных питательных веществ, которую давали европейцам куры, гуси, утки, овцы, козы, коровы и свиньи. Кстати, у подавляющего большинства индейцев наблюдается и полная непереносимость лактозы, вследствие отсутствия в их изначальном рационе молока и молочных продуктов. И, как вы уже догадались, у индейцев не было тяглого скота в виде быков или лошадей. Вообще, от слова совсем. Это было одним из ключевых факторов, почему индейцы до прихода европейцев, внимание, не знали колеса. Правда, в Мезуамерике встречаются находки детских игрушек с миниатюрными колесиками, но никаких свидетельств какого-то более серьезного применения колесам в доколумбовой Америке пока не обнаружено. Самое трагикомичное было еще и то, что к моменту заселения Америки людьми на континенте жили дикие лошади вида эквус оксиденталис. Однако, то ли в силу климатических изменений, то ли предки коренных американцев так сильно постарались, охотой сократив конскую популяцию, 11 тысяч лет назад американские лошадки вымерли. Увы, индейцы просто не успели их одомашнить. В конце концов, у индейцев зачастую попросту не было никакого стимула, чтобы переходить к оседлому земледелию. Как вы поняли, о скотоводстве речь вообще не заходит. Популяция людей, мигрировавших из Азиатской Чукотки в Американскую Аляску во время последнего ледникового периода была очень мала. По данным генетических исследований, все коренные американцы происходят от небольшой группы переселенцев численностью от 70 до 250 человек. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем этой кучке людей менять свой образ жизни, если вокруг просто гигантское количество диких зверей, дичи и рыбы? Однако в тех местах, где аграрные ресурсы и климатические условия позволяли вести интенсивное сельское хозяйство и имелось больше пригодных для оккультуривания растений, возникают первые государства. Такими колыбелями цивилизации становятся Мексиканская долина, полуостров Юкатан, Центральная Колумбия и Анды. В других регионах также предпринимались попытки создания протогосударств. В национальном парке Меса Верде на стыке четырех штатов на юго-западе США до наших дней сохранились уникальные свидетельства некогда процветавшей культуры индейцев анасази, проживавших в этих местах между 700 и 1130 годами нашей эры. Угасание этой культуры объясняется очень просто. Анасази разрушили природную среду, в которой они обитали, сделав ее непригодной для жизни. Вырубка лесов для хозяйственных нужд привела к опустыниванию местности, вслед за чем исчезли и сами анасази. Индейцы долины реки Миссисипи также подошли очень близко к созданию своих государств. Грандиозные курганы древнего города Кахокия на юго-западе штата Иллинойс говорят нам об огромной концентрации трудовых ресурсов, необходимых для создания подобных сооружений. Эти украшения, изготовленные в местной медной мастерской, кстати, единственной в регионе, также свидетельствуют о высоком уровне материальной культуры у местных жителей. По некоторым оценкам, во время своего рассвета в середине XIII века в Кахокии насчитывалось от 6 до 20 тысяч жителей, а вместе с пригородными деревнями до 40 тысяч. Лишь в самом конце XVIII века Филадельфия станет первым городом на территории США, достигшим той же численности населения. Причины упадка миссисипской культуры в XIV-XV веках схожи с теми, которые послужили исчезновению культуры анасази. Вырубка лесов, деградация почв, плюс изменение климата и наводнения. К моменту прибытия европейцев от Кахокии остались только эти внушительные курганы. Ну а как же наши любимые ацтеки и инки? Они-то почему так сильно отстали от европейцев? Как мы уже выяснили, в Америке было не так уж много мест, где могли возникнуть и возникли первые государства. Однако все они были изолированы друг от друга и практически не взаимодействовали между собой. У индейцев даже не было своих кораблей, на которых бы они, подобно финикийцам, могли бы совершать торговые экспедиции к дальним берегам. Этим ацтеки и инки были похожи на древние империи ассирийцев и персов, которые были сосредоточены только на сухопутной экспансии. Все это значительно ограничивало культурный обмен, в том числе и обмен новыми идеями и новыми технологиями. Получилось так, что индейцев и европейцев разделяло 33 дня пути в пространстве и 33 века во времени. Был ли у коренных американцев шанс сократить этот разрыв? Возможно. В закрытой Америке эволюционные процессы государства образования и интеграции между народами могли тянуться еще сколь угодно долго, но мы этого уже никогда не узнаем. Миф о природной отсталости индейцев на протяжении столетий культивировался в сознании европейцев, служа оправданием грабительской политики колониализма. Однако коренные американцы ни в чем интеллектуально не уступали жителям Старого Света. Это были люди со своими ценностями и обычаями, сформировавшимися под воздействием окружавшей их среды. Это применимо и к другим народам мира, чей жизненный уклад прямо проистекает из тех условий, в которых они проживают. И поэтому сегодня несостоятельные идеи превосходства одной нации над другой, уходящие корнями в эпоху колониализма, также должны уйти в прошлое. На этом мы и закончим. Всем спасибо за внимание. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова